Всем привет! С вами Сузанна, и сегодня в этом видео я постараюсь нарисовать один рисунок, но с четырьмя разными эмоциями. Вот что нам понадобится для первого этапа, и сейчас нужно нарисовать самый основной главный рисунок, от которого мы будем отталкиваться в дальнейшем. Поскольку многие просили меня нарисовать какого-то персонажа из аниме Моя Геройская Академия, я решила нарисовать Мидорию. Кстати, он является моим любимчиком, поэтому рисовать его буду вдвойне приятней. Как вы поняли, скетчик будет выполнен простым карандашом мягкости 3B, я решила не использовать автоматически, а все сделать только этим. Мне кажется, не обязательно иметь автоматический карандаш, чтобы делать тонкие линии, все зависит только от нажима. Поэтому изначально делая набросок, я стараюсь практически не давить на карандаш, чтобы была возможность стереть лишние ненужные линии, а потом уже все тверденько и четко обвожу. Не знаю, насколько сильно похожий он у меня получился, но в любом случае я очень старалась. Кстати, напишите в комментариях, а какой персонаж из этого аниме вам нравится больше всего. Ну что ж, а тем временем наш основной рисунок готов. Приступаем ко второму этапу, для него понадобятся стикеры. Поскольку у Мидори из зеленой волосы, я беру зеленый, ну или же салатовый цвет. И заклеиваем ему личико, не обязательно все как получится. И сейчас мы будем рисовать ему другую эмоцию прямо на этом стикере. Мне очень повезло, что эти листочки хотя бы немного просвечиваются, и я могу увидеть контур его лица. Поэтому задача симметрично нарисовать немного облегчается. Еще нужно учитывать, чтобы все детальки совпадали с основным рисунком, и это смотрелось как будто единое целое. Данная эмоция выражает его злость или же гнев, ну, по крайней мере, так было мной задумано. Ну что ж, прошло буквально пару минуточек, и одна из частей готова. Наклеиваем второй стикер. Я решила сделать это на вкосую, в принципе, не столь важно. Теперь хочу нарисовать ему такую милую мордашку с небольшим румянцем и закрытым правым глазом. Знаете, используя этот способ, можно потренироваться рисовать разные эмоции. Честно, для меня очень забавно и интересно рисовать в подобном формате. Да и выглядит вроде вполне неплохо и мило. А вы как считаете? Напишите свое мнение в комментариях. А тем временем второй стикер готов. И заключающий этап наклеиваем третий. Вообще можно рисовать сколько угодно эмоций, использовать хоть 10, хоть 20 стикеров. Но поскольку они у меня довольно большого, такого крупного размера, я не захотела портить рисунок и залеплять все ими. Ибо если наклеить еще пару стикеров, то получится просто какой-то круг. А в задумке у меня было сделать имитацию с звездочки или что-то типа того. Поэтому ограничимся только тремя. Ну вот, ребят, все и готово. На самом деле мне нравится результат, я не ожидала, что выйдет так ровненько и неплохо. Кстати, идею подобного оформления рисунка я недавно нашла в инстаграме, но решила попробовать сделать такое на видео. И да, сразу после этого ролика я запощу в свой инстаграм коротенький видосик с Мидори, так что если тебе интересно, то переходи по ссылочке в описании. Ну что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам хоть немножечко понравилось это видео, и вы поставите ему пальчики вверх. Пишите свои позитивные комментарии или же запросы. Встретимся в следующем видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok